В последний день лета представители администрации и предприятий муниципалитета провели видеосовещание. Участники КЧС предоставили главе Десногорска Андрею Шубину отчёт по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. Статистика по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией в городе остаётся стабильной. За все семь дней количество госпитализированных пациентов не превышало 20 человек. Список заразившихся увеличился всего на 12. Также в медико-санитарной части продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации. Для повторных прививок в поликлинике теперь доступна новая вакцина «Спутник Лайт». Процедуру же первичной иммунизации прошло уже 53% взрослого населения. На данный момент «Спутником В» привито 12 060 человек. Кроме того, сейчас прививаем вакциной и пивак «Корона», вторым компонентом привито 10 640 человек. Показатель привитости во всех сферах экономики подходит к установленным 60%. Единственной красной зоной остаётся сфера торговли. По словам Александра Новикова, это единственная отрасль, где процент вакцинированных ниже 50%. На что хотелось бы обратить внимание, это сфера экономики как торговли, потому что там есть индивидуальные предприниматели, которые не прививались и не прививали своих сотрудников совсем. На собрании также приняли решение о возобновлении работы с 1 сентября спортивных секций для школьников. Тренировки будут проходить с учётом ряда норм и требований Роспотребнадзора, которые были приняты для контроля за безопасностью детей ранее. Дети в первую очередь, чтобы занимались. В случае, если будут выявлены какие-то заболевшие, будем уже принимать меры. У нас практика наработана. На фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в городе было принято решение о проведении собрания КЧС один раз в две недели.